Если народ принимает свое собственное решение прекратить существование своего государства, это его право. Но я такого документа не видел. Я тоже не видел. Продолжение следует... Дебаты освещены о том, что должен делать офицер, который находится под присягой, которую он принял, в нынешних условиях. Естественно, офицерство стало тогда определяться, о каких условиях, в каких мы оказались. Ну и я помню тогда, очень основательно стояли на точке зрения, что у нас война продолжается с 1947 года, но она меняет свою формулу, ипостаси свои в разных видных вариантах. Она начинает доставать в конечном итоге каждого человека, живущего на планете. Хотя очаг конфликта может быть совершенно маленький, небольшой, в отдельной взятой точке планеты. Ну и вот тогда решался вопрос о том, как быть с обществом, если вооруженные силы расколются, и что оно из себя будет представлять. Ну, у меня позиция была такая, что в случае раскола вооруженных сил неизбежно начало гражданской войны. Этому, так сказать, мы были научены ровно сто лет назад, когда начались расколы вооруженных сил царской империи. И туда, куда двинулись вооруженные люди, каждый по своим направлениям, туда за ним и двинулись подданные империи и определенные слои общества, которые видели интерес в том, что надо военных поддерживать. Ну и эта гражданская война не утихала, она длилась очень долго, потом постепенно, в 20-х годах она все-таки была сведена к нулю. Но не к абсолютному нулю, потому что скрытая форма продолжалась и дальше. И после Первой мировой войны, по всем прогнозам, ожидали начала Второй мировой войны, которая, мировая война обусловливается, как правило, экономическими кризисами в первую очередь. Как бытие определяет сознание, то и общество, в зависимости от ситуации в экономике каждого государства и страны, оно поляризируется и начинает занимать ту или иную позицию в своей гражданской жизни. Ну вот на этом фоне, на уровне этих дебатов, я как юрист, естественно, имея на руках военный билет вооруженных сил Советского Союза и по военной учетной специальности юриста, я, естественно, обозначил ситуацию, что нужно в такие смутные времена офицерству занять позицию удержания в обществе определенного правопорядка. Ну, как правило, он обозначается еще термином «конституционный правопорядок», но в целом должен быть правопорядок, чтобы до минимума свести самосуды, сведение счета друг с другом и ненужные кровопролития. И, несмотря на то, что военные обязаны охранять и берегать внешние рубежи страны, как правило, во время вот таких конфликтных ситуаций, они невольно используются как решающие силы в борьбе за внутреннюю власть. Были разные мнения, разные позиции. Я обозначил, что начиная с 1989 года, когда Горбачев подписал тайну от народа на Мальте соглашение с миром капитала о капитуляции, и сам потом сложил в себя полномочия, то есть стал фактически и юридически до юра дезертиром и изменником Родины, поскольку он просто бросил уверенно ему пост, что недопустимо, то в данном случае военный офицер должен определиться в соответствии с законами, которые существуют и которые не отменены, соответствующие с действующей Конституцией Советского Союза, определить свою позицию. Оставаться также, подобно Горбачеву, дезертиром или участвовать в том, что предусмотрено в военных уставах, что предусмотрено военной присядой. В данном случае стал вопрос о том, что надо прекращать содержать себя в состоянии какого-то дезертирства, потому что уже более десятка лет мы так бездействовали, довольствовались после проведенного референдума в 1991 году участием в строительстве буржуазного общества и увидели, что оно ни к чему не привело положительному для всех нас. В данном случае встал вопрос о том, что надо четко выполнять военную присягу и требования, которые изложены в Конституции Советского Союза, где каждый гражданин страны обязан защищать свою родину, должен в соответствии со своей присягой также преданно служить своей родине в первую очередь и беспрекословно выполнять приказы вышестоящего командования. И принимать эти решения обязан самостоятельно, что прописано в Уставе внутренней службы вооруженных сил Советского Союза. В частности, статья 52-я прямо об этом говорит, что командир в пределах предоставленной ему власти должен действовать самостоятельно в случае, если отсутствует вышестоящая команда. У меня тогда было именно желание такое, что надо бороться за восстановление порушенных органов прокуратуры Советского Союза, как военной, так и гражданских ее подразделений. Поэтому я обозначил, да, на этом общем собрании, что я прекращаю невертирство, то есть объяснил всем, что добровольный отказ от совершения преступления освобождает человека от уголовной ответственности. Нет, это является слегкающим обстоятельством. Да. А в определенных случаях отказ от продолжения совершения преступления, да, действительно отменяют. Да, и я буду стараться активно искупить свою вину за вот время активного участия в разном строительстве общества. Вы не находите, что обсуждать вопросы верности присяги Советскому Союзу в 2019 году несколько запоздало? Я не думаю, что люди, служившие на офицерских должностях в СССР, условно, я до 91-го года, в 2019-м еще остаются на действительной военной службе. И вообще, если они продолжают служить, то в армии не Советского Союза, а Российской Федерации. Ну или там во французской, узбекской, таджикской, в эстонской и прочих великой морской державе Эстонии и так далее. Ну, я как раз с этим процессом столкнулся, потому что принимал участие в выводе Балтийского флота из Прибалтики в 90-х годах, в начале 90-х. И все это наблюдал. Наблюдал, как офицерство уже тогда внутренне раскалывалось. Многие желали оставаться не в вооруженных силах Советского Союза, а именно в вооруженных силах той или иной республики, где проходил службу. Были другие у них интересы. Но при всем при том, я не считаю, что это запоздалый процесс, поскольку лица, которые являются офицерами Советского Союза и принимали присягу, они еще живы. Да, мы все уже седовласые, больные, многие отошли в мир и боль. Но при всем при том, мы обязаны выполнять свою присягу, где прямо и однозначно говорится о том, что вы 52-ю статью вспомнили. У нее есть одно следствие, тоже правовое. В частности, это по поводу преступного приказа. Военнослужащие вообще, когда получают приказ преступным, ну, например, перейти на сторону врага с оружием в руках в военное время. Бывает же такое. Вот. Как должны действовать военные в этом случае? У них, они должны подчиниться и выполнить приказ? Ну, видите, у нас не было приказа, начиная от Горбачева и доходя до Дизовых. Что значит «не было»? Не было. Люди выехали на площадь, которую потом стали называть площадью Свободной России, значит, немножко постреляли под парламент, ну, в 93-м году. В 91-м просто, так сказать, вышел формальный верховный командующий, сказал, что он уходит со своего поста, и все. То есть он ни Советский Союз не прекратил, ни новое государство не создал, ни, так сказать, объявила передача, значит, статуса Советского Союза как субъекта, кстати, мировой политики в какую-то новую форму, в какой-то новый, так сказать, статус. Как-то военные, так сказать, посмотрели на это все, и в полном соответствии, значит, с интересами, так сказать, вновь образованных государств, перешли, значит, на аналогичные должности в новые вооруженные силы. И, так сказать, никому это, в общем-то, нигде не ждет. Ну, я бы сказал, что тут Горбачев, как отдельно взятое лицо, сложил в себя полномочия. Однако пост, который он занимал, и структура государственная всегда могла найти ему замену. Однако это просто конклюдентно, молчаливо, не выполнялось нижестоящими маршалами, генералами, полковниками, капитанами. Ну, то есть они как? Они присягу свою, значит, выполнили, или как-то они новую приняли? Слышали преступление. Но они так не считают. Ну, это их право не считать. Однако законы Советского Союза считают их изменниками Родины и предательными. Они поучаствовали в создании новых государств, в количестве 15 единиц. Вот. Там возникло новое законодательство, новая присяга. Значит, они с чистой совестью перешли, значит, в новый правовой статус свой, новых свободных, так сказать, граждан новых правов. Я часто встречаю такую терминологию выражения в наших средствах массовой информации, что есть определенная категория людей, которые почему-то гуляют по должностям. Перешел с одной на другую, и все выше и выше поднимается. Вот вы сейчас говорите, они перешли. Но, извините, они перешли, сознательно нарушая свою клятву, торжественную и священную, которую принимали, давая эту присягу, Советскому Союзу, Родине своей. Вот. В результате у нас возникла именно вот такая ситуация определенного анархического склада. Это никакой анархии. Это талант. Это, кстати, по... Почему по-моему? Нет, никаким законам. Я не буду, так сказать, углубляться в 2019 год. Я вам напомню, что последние судороги, значит, нашего военного сословия произошли в 1994 году. То есть уже и после 1991-1993 всех событий, которые в этих годах происходили, мероприятие называлось, по-моему, Всероссийское офицерское собрание. О, нет, давайте я сразу внесу ясность. Самое первое офицерское собрание мы провели, я как раз был тогда на этом собрании, один из застретчиков. Это было в городе Балтийске, Калининградской области. Это был 1991 год, когда мы провели общероссийское, общесоюзное собрание офицерское. Оно охватило сразу прибалтийский военный округ и другие округа. И все это вышло на январь 1992 года в Кремлевский дворец Съездов, где уже все, и все, и все решили эти вопросы. Я глубоко уважаю уважаемых этих самых военнослужащих, уже не товарищи, скорее, господ, но это 1991 год, они ничего так и не сделали в 1991 году. Но в 1994 году на Всероссийском церковном собрании единственный, и там главный, по-моему, единственный вопрос, который там всерьез обсуждался, это гарантия семьи военнослужащих. Все остальные вопросы, включая присягу, никого просто, в принципе, не волновали. Я имею в виду не то, что кто-то там выступал, какие-то слова, говорил слова, к делу не пришьешь. Тем более у военных. Опять соглашусь. И, собственно, именно после получения разнообразнейших гарантий, правда, не все из них реализовались, так сказать, действительно, но тем не менее обещания были даны. И, соответственно, люди согласились, все спокойно поменяли советские знаки различия национальной принадлежности на знаки различия национальной принадлежности соответствующих вновь образованных свободно-демократических государствах. Был такое? Там, да, была такая деталь, но она уже была справослуживана так называемой пятой колонной в верхних эшелонах. То есть, пятая колонна виновата. То есть, люди, которые располагают военной силой, а эта сила в политике, что внешне, что внутренне, она ультимативна. Никакие спецслужбы, никакая полиция, никакие охраны, кого угодно, каких первых, вторых, десятых, сотых лиц против обычной мотопехоты противостоять не могут. Ну, по крайней мере, дольше минут 20. Сколько там средний огневой налет происходит? Минут 10-15? Вот. То есть, разговоры о том, что кто-то там напугал, наверное, лишены смысла, а вот когда им предложили что-то в виде персональных гарантий, в виде социальных гарантий семьям, они согласились, сложили с себя статус советских военнослужащих, взяли на себя новый статус, и это, так сказать, не нормально. Стоп, вот очень важный момент. Что значит сложились с себя? Значит, должны быть какие-то документы подписаны, заключены, еще что-то. Присяга не слагается. И, извините, у нас принцип организации вооруженных сил Советского Союза, это был принцип определенной орды своеобразной. И здесь, в данном случае, это была всеобщая воинская обязанность. Вот от обязанности просто так, своевольно, никто не откроет. Простите, ради Бога. Это, что касается граждан СССР, всеобщая воинская обязанность означает, что если ты достиг возраста 18 лет, у тебя нет противопоказаний по здоровью, вот иди, отдай долг Родине, два года, или там три года на флоте, отслужили им это самое. В офицеры не призывают. Как же не призывают? Нет, в офицеры... И также принимают ту же самую присягу. Не-не-не, не путайте. Офицер делал добровольно. Вам могут предложить офицерскую должность, и вы согласитесь пойти учиться на офицера там в училище, там не важно какое, в это самое, но ваше согласие для этой цели обязательно. И даже рядовой, не обученный после конкурса молодого бойца, вы не поверите, имеет конституционное право отказаться принимать присягу. И это не преступление. У него по идее мы должны заменить, так сказать, если это по убеждениям, то у него должна быть альтернативная гражданская служба. Но если человек отказывается принимать присягу до военнослужащих, не будет. Ну, это мы о разных вещах говорим. Отказался, отказался. А если принял, то после принятия. А вот это как раз это говорит, люди, которые приняли советскую присягу и, соответственно, смотрели, как их страну уничтожают и заменяют ее, так сказать, набором новых свободных территорий. Это с точки зрения военных, как к этому относиться? Они служили не в российском, не в армии РСФСР или Украинской Советско-Социалистической республики или еще всех остальных 13-ти оставшихся, они служили исключительно вооруженных силах СССР. То есть, переприсягали? Ну, в общем, да. Вот, в общем-то, но не все. Но не все. Ну, да, а Армееев не присягнул новой власти и, соответственно, почему-то не дожил. И я напомню, что вот у меня в руках текст присяги, она именно по законодательству Советского Союза распространялась в период с 1947 по 1992 год. И в данном случае вот все офицеры, все офицерство, которое в этот период принимало присягу, обязано было ее не нарушать, а соблюдать. Ну, вот. Так вот, я имею в виду как раз. Приход на военную службу другого государства, он как-нибудь противоречен, противоречен? Никак. Никак. Я столкнулся с таким явлением, когда, если помните, в Сирии вдруг серьезно американцы потрепали, разбомбили вагнеровские и прочие формирования. вот такое офицерство собралось в гостинице Измайлова, и там этот вопрос очень серьезно обсуждался. Они как раз ставили вопрос о том, что мы требуем, чтобы государство нас лечило, выплачивало пособия, заботилось об инвалидах и так далее. Я тогда держал позицию какого? Я говорю, с точки зрения закона, ребята, нашего закона даже на территории Советского Союза, вы остаетесь военными преступниками. Да, вы называете себя ЧОПами, это все правильно, но ЧОП это уже коммерческая структура и не знаю, чем там клятва обеспечивается, кроме денег, ради которых вы отбираете жизни других. Ни в ЧВК, ни в ЧОПах присяги нет и быть не может. Она заменена договором. Да. А при этом он остается присяжным Советскому Союзу, а левачит на вот этом договоре, о котором вы говорите. Нет. У меня вопрос к военнослужащим бывших советских вооруженных сил ровно один. Значит, каким образом они поучаствовали в выполнении своих обязательств перед своей страной, когда эту страну уничтожили. Понимаете, в чем дело? Если бы не шла о, условно говоря, вооруженной интервенции, вот, вот, враг, супостат, пересекать границу на танках, вот, вроде бы, надо ему как-то противодействовать. Для этих целей есть, кстати, специальные обученные люди, они называются командиры, которые организуют военнослужащих на вооруженное сопротивление врагу с целью его, это, соответственно, вторжение, значит, прекратить и защитить, так сказать, свои пределы, свой народ, свое государство. Когда, собственно, в том числе военное руководство в больших погонах отдает приказ, который переводится с, значит, общедемократического на язык юридический, это приказ своим подчиненным военнослужащим перейти на сторону врага в военное время с оружием в руках. Потому что ситуация, когда меняется государственное устройство, либо разделяется территория суверенного государства, то, кстати, закреплено на тот момент в международном законодательстве, в том числе в заключительном акте совещания о безопасности и сотрудничестве в Европе в городе Хельсинки в 1975 году. Вот, вот когда происходят подобного рода вещи не снаружи, а когда вам отдает приказ собственное руководство, у меня вопрос к военнослужащим. Они этот приказ обязаны выполнить? Или они должны, например, арестовать людей, которые совершили государственную измену и, соответственно, подлежат как минимуму... Я творогник второго варианта. Однако они гонялись и гоняются за материальным тельцом, за золотым тельцом. Ну, это же разные сущности, понимаете? Если вы гоняете за золотым тельцом, это как раз ЧВК, как бы оно ни называлось. Там это нормально. Но оно не вписалось даже вот в период Пригожинских всех действий, его этого мятежа, оно не вписалось здесь к нам, в наше общество по одной причине. Потому что так, как оно орудовало у нас на территории, это сплошное беззаконие. Начиная с того, что осужденные... Есть такое юридическое изразление. Вырождены были обязаны, были еще отдавать свою жизнь после осуждения. Есть такое изразление юридическое. Оно называется позитивизм. Это когда вот в законе написано, значит, это и есть истина в последней инстанции. Если вам отдали приказ настоящий начальник, вы его обязаны выполнять. Это работает в том случае, если собственные начальники действуют в рамках той же присяги. Если они ее нарушают, они, насколько я помню, устав общевоинский, в случае, если издают преступный приказ, например, о переходе на сторону врага, они, в общем-то, становятся преступниками и свой статус командира утрачивают. Если я что-то путаю, поправьте. Вы путаете, вот только тут есть нюанс. Не все военные в этом вопросе разбираются. Подождите, я... Я тут вопрос изменил. Вот, кстати, есть психология такая, такая загадка, парадокс, я бы сказал. В вопросах сложных люди почему-то разбираются лучше. Там, как запустить баллистическую ракету, сложнейший процедур, однако, толкнуться, руководство, такие кнопки, когда нажимать, реально, так, до 10 минут не выводишь. Вот, а вопросы, плодовые, простые, элементарные, базовые, вызывают самые большие сложности. Психология это объясняет тем, что здесь вопрос в интеллекте, а не в когнитивных способностях, конфликте интересов тут в голове. Потому что, когда ты переходишь на службу, значит, из советской армии, военно-морской флот, великой морской державы Эстонии, это выгоднее. За Советским Союзом уже ничего нет, только какие-то абстрактные интересы народа советского, а вот на новом месте работа, паёк, зарплата, значит, социальные гарантии, значит, жильё и всё такое прочее, перспективы карьерного роста. Вот я хотел бы маленькую ремарочку в этом плане сказать. Значит, в истории Советского Союза во время войны, Второй мировой войны, был такой случай. Было создано своеобразное военное подразделение, которое аж до дивизии разрослось в конце 40-х годов. А в начале войны это был такой дезертир Павловский, который под Москвой приклеился к одной из воздушных войсковых частей и занимался там как бы строительством, обустройством этих аэродромов и всей инфраструктуры. То есть клиповая воинская часть. Да, и в результате перекачивались из бюджета страны ураганные деньги на деятельность этой дезертирского подразделения. А новые разводы не идти. Там же не было то есть там люди были в общем-то нормальные гражданские, нормальные уголовники. Ну, я не знаю, все это с точки зрения закона, я как прокурор говорю, это все уголовники были. Ну, да. Они носили форму, ряженые, понимаете, чисто были, но и все у них шло вроде как в соответствии с требованиями воинской жизни. Но, однако, закончилось печально по той причине, что барышей так много наколотела верхушка, что началась внутри усобица между ними и все это вылезло наружу. Да, тогда было возможно уголовное дело, оно за семью печатями расследовалось, Поволжского расстреляли, остальных тоже там приговорили и порасстреляли, но не всех, потому что элемент коррупции наверх, он был тогда тихонечко на тормозах спущен. Но я к чему это все говорю? У нас сейчас тоже сложилась аналогичная ситуация. Активы советских вооруженных сил были настолько огромны, что к ним присосались вот эти как раз джентльмены удачи разных покроев в разных местах. И они, естественно, также стали участвовать в каких-то конфликтах боевых, но не просто, а начали поддавливать вот нынешнее руководство Российской Федерации, чтобы как бы страна, как бы государство принимало участие в международных конфликтах, которые нам, как народу, абсолютно не нужны были, как советскому народу. Вот эта история Сирии, это один из величайших примеров этому. Афганистан такой же. Афганистан такой же. Ну, Афганистан это проба пера, как говорится, было. Как раз я тогда проходил прочную службу. Мы сейчас уходим в обсуждение достаточно частных вопросов. Вот был Павловский и его жульническая убойская часть. Вот его там расстреляли, но кого-то недорасстреляли. Это замечательно, отдельная тема вполне обсудим. Можем обсудить частных военных компаний. Вспомним соответствующую конвенцию, которая признает это военное преступление, вспомним соответствующую статью в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вот. Я вот за этим чистоколом конкретных случаев, конкретных казусов и фактов я не очень улавливаю тему разговора. Ну, я хотел бы вернуться к Советскому Союзу и к тому, что в противовес таким, как Павловский и Вагнеровцы там и так далее, есть и другие офицеры. Вот простой зуботехник, стоматолог, лейтенант запаса, Тараскин, проживающий в Зеленограде, вдруг почему-то принял другое решение в этой обстановке. Он в соответствии с действующим законодательством, с присягой, с внутренним уставом вооруженных сил и в частности со статьей 52 самостоятельно и со статьей 59, где говорится, что при отсутствии штатного заместителя или при отсутствии командира, если нет заместителя, если не был указан такой командир, что Горбачев сделал со всей страной, командование принимает на себя старший по должности или воинскому званию. Вот у нас состояние офицерства, маршерства, генеральства опустилось до того, что стоматолог, лейтенант запаса берет на себя гражданскую ответственность и заявляет официально в суде, где устанавливаются юридические факты, о том, что он возрождает Советский Союз, восстанавливает все государственные органы Советского Союза и тем самым он совершает главное действие историческое, которое называется прерывание Юстинианова срока давности. То есть, если супостат запланировал нам в Гарварде и в Хьюстоне, там и в других своих спецслужбах на 30 лет процедуру своеобразного дрейфа и морока, введения в морок всего народа и после 30 лет достояния народа и государства превращаются, сводятся к нулю и все активы как бы бесходны, бесхозяйны. Вы немножко смешиваете две правовые сущности, которые, конечно, близки, но не одинаково. Международное право в том виде, в котором все до сих пор существует, определяет понятие войны. Война, если кто не знает, это состояние вполне себе законное, то есть это нормальное, признанное международным правом форма взаимоотношений государственно-мировой так сказать аренгии. То есть это одна из форм международных отношений. Несколько своеобразных. Но это естественное право требования. Причем тут право требования? А при том, потому что только с помощью вооруженных сил, если должник не способен своевременно вернуть для того, право требования и обеспечения этого требования разные вещи. сейчас не об этом. Так вот, международное право определяет войну как законную форму международных отношений между государствами. И военным преступлением является не война как таковая, а по современной терминологии агрессивная война. и употребляется сейчас термин в международном законодательстве не акт войны, а акт агрессии. При этом государство имеет право на самооборону. Оставляем эту тему, она богатая и интересная, мы ее наверняка даже обсудим, но то, что мы сейчас обсуждаем, это принципиально иная правовая сущность. Потому что гражданская война под определение и под признаки международного вооруженного конфликта сущность войны не подпадает. Это другой смысл правовой. Потому что в войне участвуют два полноценных государства. Или как вариант государства по признанным международным проектом членом на современные деньги так это звучит. И например народно-освободительное и национально-освободительное движение. Если оно соответствует определенным требованиям Женевской Конвенции, Гаггской Конвенции и Уставового. И народно-освободительное движение является законным и легальным. А вот например сепаратизм является военным преступлением. Вот вы хорошую тему сейчас затронули. Она в продолжение того, что мы начали. Есть и другая категория офицерства. Вот я называю сразу вам национально-освободительное движение и сразу категория военнослужащих. Связка логическая. Логическая, но какая? Вот я разные категории офицерства вот сейчас исследуем. Я сейчас затрагиваю такого известного офицера на всю страну, как коллаборационист и предатель Советского Союза Феодоров Евгений Алексеевич. Вот он публично демонстрирует именно преданность оккупантам, которые оккупировали активы. Это кто? Депутат? Да, который депутат именно. Который именно лоббирует определенное законодательство, чтобы общество выдерживать состояние, как говорится, далеком от... Ну, я ничего не могу сделать Евгений Алексеевич Федоров. у него еще однако офицерство. Их опять отношение к офицерству имеет. Федоров? Да вы посмотрите, у него что-нибудь ролики, у него на фоне его мундир полковничный, что он уже химик какой-то в прошлом. У него маршинский мундир есть у друга, могу позаимствовать. Нет, но он серьезно, как говорится, с этой темой. Я сразу маршалом стану. С этой темой будирует и опять морок вводит давайте создадим совет. Либо мы сейчас обсуждаем какие-то вопросы принципиальные, то есть статус сепаратистов, статус народно-освободительных движений, статус военнослужащих, преступный приказ, военная интервенция. Немецкий политолог 30-х годов Коттамауль и его тезис, что полное экономическое продвигновение по результатам ничем не отличается от территориальной оккупации и такого рода достаточно глобальную тему. Или мы обсуждаем конкретно депутата Федорова, конкретно преступника Павловского, который стреляет в 50-х годах и прочую фотографию, которая безбрежна и неохватна. Ну давайте затронем как раз вопрос об измене в родине Советскому Союзу и вот мы начали потихоньку разную категорию офицерства рассматривать. Так вот в данном случае, если мы затрагиваем такой элемент законодательной власти, как Дума, в которой процветает Федоров и вещает налево-направо, что он именно строитель, восстановитель Советского Союза, но почему-то какой-то два-ноль. И вот здесь возникает вопрос, а не химера ли это? И вот этот термин химера я сейчас впервые произнес в этой передаче, вот на нем давайте и остановимся серьезно, потому что в 2007 году, только в 2007 году, впервые во все колокола забил известный правовед по фамилии Хохлов из Санкт-Петербурга о том, что в связи со своеобразной международной конвергенцией Советского Союза со странами Запада, вот у нас замечены в правовом поле масса химер. Вот он ввел этот термин и я тоже стал интересоваться этой темой и заметил, что он учебник написал. Там и учебники, и у него и монографии, и все есть. Это очень серьезный подход был. Тогда, в 2007 году, на это наши законодатели и властители, как говорится, и управленцы, точнее, не обратили внимания, а сегодня это краеугольный камень всей нашей юриспруденции, к чему эти химеры привели. Потому что каждая такая нейролингвистическая химера, она влечет за собой определенные последствия. Вот я как раз хотел... ...право применительной практики российских судов уголовных и гражданских в документах. В документах Верховных судов и Конституционного суда термин правовая химера не встречается, по крайней мере, в товарных количествах. То есть, конкретные приговоры или решения судов по конкретным делам такую терминологию не используют. В нормативных документах эта терминология также не применяется. Если ее ввел какой-то специалист, ученый, правовед и применяет в частном порядке, это его личное дело. Пока в практике эта терминология общепринятой не является. Но вот давайте не будем далеко ходить. Перед вами сидит Рыжов Валерий Семенович, который является жертвой этой химеры. Я напоминаю, есть международные напомнили. Одно другому не мешает. Если какая-то вещь отсутствует в общеприменителе... Это практика. ...практики, но тем не менее кто-то от этого явления пострадал, одно другому не мешает. Вот, Валерий, значит, правоприменительная практика российских судов, к нашему общему сожалению, не является всеохватной и решающей все мыслимые и немыслимые проблемы, которые могут возникнуть по отношению к гражданам. Но вопрос... И их права. Букву закон-то они обязаны соблюдать? Зачем? У них другие задачи. А, понятно. То есть право здесь ни при чем. Право – инструмент правящего класса. намного лучше, чем я, Владимир Ильич Ленин, право – это возведенное в закон более правящего класса. Распортующего класса. Распортующего класса. Это я помню. Еще со школы помню. В этой конституции тут о господах не ведется речь. Тут о каждом человеке и о народе. Как источники власти. А вот олигархов здесь нет ни слова. Ну, каждый из нас влияет на политику государства один раз в шесть лет, когда приходят к избирательной уровне и бросают туда великей. Таким образом мы реализуем свою вону, свое право и влияем на политику государства. Не влияем. Дело в том, что я каждый день в какую-то урну, а их очень много, всегда чего-то бросают. Я сейчас немножко и бюллетень говорит о моей... Я хочу просто сказать, что если влияние какого-то конкретного гражданина, причем не обязательно в Российской Федерации, вот превышает вот эту вот мою функцию, то есть он влияет на политику государства в большей степени, вот этот зазор не совсем не фритовский, вот в него, как у нас укладывается как минимум конфликт интересов, в более жесткой формулировке это коррупция, в более, в еще более правильной, я бы сказал, формулировке это государственная измена или подрыв конституционного строя. Потому что если избранные, мной в том числе, когда вот я ходил на выборы, должностные лица, занимающие должности колосса, то есть депутаты, президенты, кто там, кого мы там еще выбираем, руководствуются не нашей совокупной волей, а мнением конкретного физического лица, это вот как раз и составляет конфликт интеллект в этой части. И как раз именно поэтому по этой степени в конституции олигархи не указаны как политическая сила. то есть их с юридической точки зрения нет, более точно, не должно быть. Но в реальности они вот существуют. Хотя уважаемый пресс-секретарь нашего президента неоднократно заявлял, что в нашей стране олигархов нет, но при этом они равноудалены. То есть их нету, но они равноудалены. Ну точно так же, как и народ. Он вроде бы физически есть, а вот прав у него никаких нет. Права у него есть, у него нет субъектности. У народа не может быть с единой воли. Потому что народ состоит из людей, а каждый человек личность. Правительство тоже состоит из людей. И у них нет правосубъектности. Почему? Понятия нет. Понятие коллективного субъекта существует и в праве, и в психологии. В праве коллективный субъект, например, в цивилистике именуется известным как юридическое лицо. В политике тоже существуют субъекты вполне себе политические, и из них наиболее старое, наиболее известное и в настоящее время находящееся в состоянии клинической смерти это политическая партия. То есть объединение людей по каким-то политическим убеждениям и взглядам и соответственно из единства взглядов вытекает политическая воля. То есть часть народа, не весь народ, а часть народа, который имеет вот такие конкретные политические убеждения, это в политическом пространстве оформляется как политическая партия, которая выражает интересы этой социальной группы. То есть единство взглядов порождает такую вещь как политическая воля. То есть партия уже действует в политике как вполне себе коллективный субъект. То есть у него есть единая воля, у него есть разум, у него есть ресурсы, есть целеполагание и он способен свое целеполагание реализовать в реальной жизни, если у него достанет соответствующих ресурсов. Финансовых, административных, политических, военных, кадровых и всех остальных. Информационных, пропагандистских и так далее. То есть по-другому не бывает. Потому что отсутствие политической субъектности влечет ваше неучастие в принципе ни в какой политической жизни, потому что у вас нет единой воли. Нет единой воли, что вы можете сделать. Именно поэтому, кстати, регулярные подразделения армейские гоняют данными тряпками по чистую пулю любое количество вооруженных людей, если они не объединены. То есть словом, это толпа. Вот толпа вооруженных людей, даже одетых в военную форму, не имеющих единой воли, которая в армии называется командованием, то есть когда они подчиняются командирам. Вот такое скопище людей в просторе еще называется толпой и она разгоняется любым подразделением регулярной армии просто на ура, потому что они просто не в состоянии оказать организованное сопротивление. В политике ровно тот же принцип. И народ в этом смысле не субъективен. Он не в состоянии организовать себя сам. Он организуется через создание определенных структур, и из них наиболее известным, наиболее старым, наиболее эффективным является государство, которое, собственно, является социальной группой объединяющих людей, профессионально занимающихся управлением. Ну так у нас и есть государство, Советский Союз. Да, какая-то типа торговая лавка про вот эту с нами сейчас вести бизнес, которая называется Российская Федерация России. Понимаете, на поле боя сражаются не бумажками и не тезисами, значит, в какой-нибудь науке, например, в правоведении. Там выступают вполне себе материальные силы, организованные живой человеческой волей. Вот, если мы сейчас здесь у вас гнинуем драку, то у нее появится воля, и мы будем правы. Я так понимаю, либо я что-то ошибаюсь. Любая революция, абсолютно любая революция, и любой военный, государственный, дворцовый и прочий ряды переворотов, они всегда нарушают действующее законодательство. Нет, ну, успешный переворот или революция порождают свое законодательство. Собственно, этот процесс известен человечеству не одну тысячу лет. Вполне он себе существует. И у нас на планете не существует сейчас государств, которые имеют непрерывную легитимность, кому, словно говоря, там пять тысяч лет. Я с вами не спорю. Я хочу просто разобраться, чем отличается война захватническая от войны оборонительной. У них законодательства одинаковые? Нет. Вот видите. Нет. Точно так же, как между военным и преступником. И тот убивает и другой. Агрессивная война определена в уставе ООН, в женевских комменциях, и аффилированном соответствующем законодательстве. И там определены критерии, по которым определяется... Советский Союз был ликвидирован агрессивной войной? Ну, по крайней мере, он ликвидирован вне правового поля. Не существует сейчас решение о прекращении Советского Союза как субъекта мировой политики. Это первый нюанс. Второй. Не существует документов о передаче его собственности, начиная с территории и всего остального. Собственностью являются вооруженные силы. В том числе народ, в том числе законы и все остальное, ресурсы. У кого они? Кто, что или учителя? Вы хотите сказать, что такое юридическое понятие, как постсоветское пространство, оно имеет юридическую силу? Нет. Это химера. Ну... Которая не имеет юридического основания. Есть отечественный термин самозванец. Ну, может и так назвать, суть от этого не меняется. Вопрос. Все тогда, кто встал под этот флаг постсоветского пространства и создал постсоветские субъекты права, они кто? Если они не прописаны никаким боком в документах Советского Союза. Они тоже такие же программы. Сделаю вам право. Это такая же химера. Поэтому вопрос. Давайте. Никто не может назвать себя властью или комбатантом, то есть вооруженным лицом, лишь по собственной воле. Точной такой формулировки ни в Уставе ООН, ни в Женевских конвенциях нет, но тем не менее это вот... Расхожие мнения отдельных юристов. Это квинтэссенция смысла, которая там содержится. Потому что законность власти подразумевает наличие его источника. Вот в Российской Федерации, в Конституции Российской Федерации, в статье 3, как раз источник власти указан. Это как раз народонациональный российский народ. Но вы что-то говорили 10 минут назад, что у него нет правосубъектности. А вот одно другому не мешает. Вот тут она у вас есть, а вот тут ее нет, у этого народа. Какое-то телоречие народа ищет законы. У народа объектности не означает, что у него не может быть интересов. Ну, интересы лучше. Вопрос. А каким образом он может защищать, если правительство работает против него и борется против него? При этом теми же воруженными... То ли он может его переизбрать? Не может. В буржуазном строе не может. Вообще никак не может, потому что выборы никак на результат выборов не влияют. В феодальном тем более. Я специально изучал выборное право. Могу сказать следующее. Первое. Ни в одном законе, ни в подзаконе, ни в одной инструкции не указано, какие я права передаю в момент выборов. И в каких я себя должен ограничить. Нет этого. Значит, если я никому ничего не передавал, значит, ни у кого ничего не появилось. Как говорил Ломоносов. Дело в том, что, скажем, мы когда участвуем в голосовании, вся процедура этого голосования и использования нематериальных благ, которые есть у человека, такие как имя, здоровье, честь, совесть и все остальное, что там переуказано в 150-й статье ГК РФ, а много чего еще и не указано вообще, в том числе как права человека, которые вообще нигде не описаны полностью. И поясняется, что вот мы только здесь, в той же Конституции, во всеобщей декларации прав человека указываем только маленькую толику этих прав, потому что все перечислить невозможно. Право, как утверждают древние римляне, и я с ними не стал бы спорить, право написано для бодрствующих. То есть, если ты не в состоянии защитить свои права, то они тебе и не нужны. Для больших групп людей, например, нации, политической нации или народа, такой силой являются вооруженные силы. То есть, их конституционная, уставная, я бы сказал, их инвестициальная задача защищать интересы народа. И для того и вооружают, и кормят в верное время. Прекрасно. Вот только почему-то они поступают. Кстати, как часть правящего класса, вооруженные силы, они являются носителем субъектности за весь народ. Вот сам по себе народ субъектностью не обладает, потому что у него нет единого разума. А коллективный разум тут как же? Откуда он возьмется? Я вот, например, имею свои убеждения, свои какие-то мысли. То есть, коллективного народа нет в приводе не существует? Почему существует? Ну, так как по-моему, организация, предположительная партия. Как политическая партия. То есть, народ, вот у нас 100 миллионов избирателей, а люди, которые придерживаются определенной идеологии, их меньше. И они, по идее, должны организовать политическую организацию, политическую партию, которая будет выражать их интерес. Так, в теории. На практике политические партии контролируют с тем же правящим классом, точнее, правящим группировкам, которые реально осуществляют контроль. И в этом смысле демократия, так сказать, исчерпывает свой смысл. Потому что голосование в таких структурах носит не политический характер, а пропагандистский. Это контур обеспечения устойчивости власти, а не ее формирования. То есть, вот, людям надо объяснить, что их права защищены, несмотря на то, что, в общем-то, в реальности защищены интересы не их, а тех, кто, собственно, конечный бенефициар этого политического... Понятно. Значит, детей мы в расчет не берем, пенсионеров тоже не берем, вот, инвалидов тоже не берем, но о заказах я вообще не говорю. И тех, кто... Но зато берем во внимание дворян, нео-дворян, нео-буржуа, который тут возникло. Нет, смотрите. У нас, что касается буржуа, дворя и всех прочих, у нас официально, за исключением монархии, которые еще сохранились в определенных государствах, в определенных странах, у нас официально на планете существует демократия, то есть равенство в правах. И государственная власть, и социальный статус у нас по закону ни в Российской Федерации, ни в Америке, в Соединенных Штатах Америки, ни в Европе. Вот такие вещи им могут передаваться по наследству. Но, тем не менее, в отличие от Советского Союза, этот механизм имеет встроенный, так сказать, ограничитель. Потому что экономика является основой политики, не наоборот. То есть, если у вас нет экономических ресурсов, вы политическую волю реализовывать не можете, нечем. Ресурса нет. Ну, почему? У Узбекского Союза есть территории, есть ресурсы. Экономика у нас является базой для политики, это ресурс, источник ресурсов, в том числе и военный. Потому что для войны нужно всего привлечь. Деньги, деньги, еще раз деньги. Даже возразить нечего. Так вот, экономические ресурсы... Деньги нахер, ну, уже, извиняюсь за выражение. Я закончу все таки. Экономические ресурсы и экономическая власть над этими ресурсами официально по закону передается не через механизм выборов или любой другой демократической процедуры, а по части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации либо аналогичных законов за рубежом, это наследственное право. То есть, если экономика частная, то целые отрасли, находящиеся в частной собственности, передаются не выборами генеральных директоров или владельцев крупных системообразующих компаний, а в порядке гражданского наследования. То есть, демократия, получается, изначально, с точки зрения закона, дефектной. Потому что политическая власть формируется вроде бы по воле закона, и существует целый политический институт выборов и всего такого прочего, но реальные экономические ресурсы, передача и воспроизводство экономической власти происходит по, извините, античным и средневековым законам, по наследству. Я не против. Вопрос как раз об этом. Есть такое понятие, как кредитная история у каждого. Вопрос, откуда у вас взялась собственность. Если вы родились в Советском Союзе, и ваши родители не обладали заводами, пароходами и всем прочим... Можно существовать акт приемки передачи материальных. Так вот я и спрашиваю. Где он? Где от прежнего субъекта? Где он? Я его не нашел. За 14 лет твоей деятельности... Нет, нет, нет. Обращались люди в архивы, ответы не получали. Да, ни по территории, ни по собственности. Я сам участвовал в этом периоде, и прекрасно помню, как это все происходило. Нет, вот есть еще один момент, тоже правовой. Вы почему-то его как ни разу публично, по крайней мере, не обсуждали. Дело в том, что имущество между, условно говоря, живыми и существующими в геополитической реальности субъектами происходит по договору. То есть если вот у меня тут есть замечательный стаканчик, который мне принадлежит, а вам понравился, я его могу продать. У нас будет договор по предпродаже, дарению и чего угодно. Если один из субъектов исчезает, например, физическое лицо умирает, это невозможно. Имущество умершего лица, исчезнувшего юридического лица, прекратившего существование, там другой правовой режим. Условно, так сказать, наследование. Проблема в том, что, это я вот в вашу аргументацию, кстати, в вашу сторону аргументирую, так сказать, в ваши руки, так сказать, какие-то аргументы передаю. Так вот, передача имущества выморочного, то есть когда владелец исчез, ушел в лучший мир, возможно. Если это самое его исчезновение, смерть, зафиксировано в правовом поле, сам факт смерти, юридическим фактом не является до тех пор, пока он не будет оформлен. Для физических лиц это называется свидетельство о смерти, и вы не сможете оформить имущество наследственное, предъявив в ГАИ или там в какой-то регистрационной палате, значит, труп безвременно ушедшего от вас родственника. Вас там просто не поймут. Я прекрасно понимаю, что существует очень много грамотных лиц, которые не знают права и себя так ведут. Я знаю много юристов, которые специально себя так ведут, хотя знают, что вы правы. Скажите, пожалуйста, тогда следующее. Все знают о такой программе, как перестройка, которая была. Когда сменился курс социалистического на капиталистический, вы хотите сказать, что в государстве Советского Союза, а также Российской Федерации, не существовало ни одного закрытого доклада, где было бы написано, что в связи со сменой политического строя смертность увеличилась настолько-то, настолько-то, и там на тысячу человек, скажем, выросло на 10-20 человек, и это не является доказательством? Доказательством? Я вот сейчас ставлю себя на место слушателя нашего, и мне этого слушателя жалко. Мне тоже жалко. Потому что у нас с вами, как сказать, постоянно меняется тема разговора, причем совершенно хаотически. Вот вы начинаете один тезис, я, соответственно, с этим... Нет, я пытаюсь, извиняюсь, я пытаюсь, скажем, встать на сторону того же зрителя, кто его интересы будет защищать и как. Право написано для бодрствующих. Если у вас нет ресурсов материальных, военных, силовых, политических, информационных и всех прочих, защитить свои интересы, вы эти интересы не защитите. То есть вы сейчас только что сказали, сделав лозунг, что народ, если хочет вернуть свое и заполучить свое, то, что ему положено, он должен взять оружие. И без этого, то есть гражданскими правовыми методами мы не можем достучаться до власти и забрать... Нет, это подтверждение совершенно четкое название. Ну? Восстановление конституционного законности. А мы чем занимались? Не знаю. С Тараскиным с 2010 года именно этим и занимались. Тараскина посадили, и он чего-то нас ворудовал. Да, Тараскина посадили на 8 лет, без доказательств. Меня также пытаются сейчас поместить в Доркурье, если решение уже суда. Вот. При этом не доказав вообще ничего. Это совершенно... Придумпция невиновности не рассматривалась вообще. 39-й и 41-й статья не рассматриваются вообще. Скажем так, следствие не велось. Материалы дела взяли из-за другого дела, поместили в это, включая все экспертизы. И судья выносит решение. Конечно... Вы каким-то образом заставить сотрудников правоохранительных органов выполнять закон можете? Ну, если с этой стороны у нас новорожденный ребенок вообще ничего не может, и его, получается, защитить ему интересы никто не может... Ну, и с родителями. Вопрос. Не выдержит. Значит, если родитель сейчас встанет с оружием в руках против, то он станет экстремистом, террористом, еще кем-нибудь. И только там, в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций, наш родоначальник, прародитель наш, был и остается. Это Советский Союз. А не какие-то там... Организация Объединенных Наций с 91-го года прекрасно существует без Советского Союза. А она незаконно существует. Потому что, согласно законодательству об общественных организациях, такие как международные, как Организация Объединенных Наций... Они не имеют разный статус. Международная Организация Объединенных Наций, это, в общем, разная... Она такая же общественная Организация, никакой разницы. Она обязана была распуститься, как только у нее исчез хоть один учредитель. Я вам напомню, из пяти постоянных членов Организации Объединенных Наций, у трех были проблемы с территориальной целостностью и с правоприемством. Первый, это был Китай. Напомню, что в 23-й статье Устава ООН у нас указана Китайская Республика. Это Тайвань. В 1971 году, в связи с изменением позиций Соединенных Штатов в Америке на противоположную, внедакно выяснилось, что, представляете интересы Китая, в ООН должна Китайская Народная Республика. Но изменений в Устав ООН не вносили. Но по поводу этой замены была резолюция Генеральной Ассамблеи и, соответственно, Совета Безопасности ООН. Был документ. Второй прецедент был по отношению к Франции. Из Франции в 60-е годы, в самом начале 60-х годов вышел Алжер. Там была война. Вот, кстати, по поводу того, что право защищается с оружием в руках. Вот Алжерский народ добивался своей независимости лет 20, по крайней мере. За это время погибло больше 600 тысяч человек. То есть люди, в общем, кровью защищали свою свободу, как они ее понимали. И когда вопрос, в общем-то, стал вот уже стребром, тогдашний президент Франции, генерал Гиголь, через колено заставил своих подчиненных провести референдумы и во Франции, и в Алжерии. По результатам этих референдумов, там, по-моему, 93%, что ли, было, за как раз выход Алжера, вот, Национальное собрание Франции, то есть парламент, приняли соответствующие решения, изменили Конституцию Франции, а Алжер вступал в Организацию объединенных наций на общих основаниях. То есть подал заявочку и получил членство ООН. О чем была резолюция? Все тоже Генеральная ассамблея ООН, упринятое Алжерии. То есть здесь имела место быть не только воля народная, но и была соблюдена процедура. Вот в отношении Советского Союза я не видел подобного рода документов. В этой связи, безусловно, можно, наверное, спросить у ООН и у высшей администрации, чем они занимались и каким образом они оформили этот документ. В публичном пространстве этого нет. В публичном пространстве, насколько мне известно, есть письмо президента СФСР Бэн Ельцина, генеральному секретарю ООН Пэрису де Куильеру, от декабря 1991 года... Я помню это письмо, которое не может быть законным. Бланк одного государства, а подпись от имени другого государства. Ну да, там бланк СФСР, а подпись президента Российской Федерации. Ну, значит, каким образом вообще все произошло, отдельный разговор. Но письмо, вы не поверите, даже я могу написать в Генеральную Ассамблею ООН. Я тоже писал. Но по этому поводу мне бы хотелось видеть решение либо Генеральной Ассамблеи, либо Совета безопасности, либо их обоих, вот по поводу этого письма. То есть должна быть какая-то... Есть какая-то смутная информация, что юридический департамент САБ без ООН рассмотрел эту бумажку, которую ему направил генеральный секретарь Терез Де Куилер и написал свое заключение юридическое, что типа можно. Из чего я лично делаю вывод, что юристы главные люди на планете, потому что они определяют статус государства просто своим заключением. И этого достаточно, чтобы наступили все необходимые правовые последствия, если я правильно понимаю. Потому что других документов, вот сказать, заключения юридического департамента в интернете нет. Нет. Вот. Что немножко нарушает не только Устав ООН, но и так называемые правовые обычаи, потому что публичная власть не может быть основана на тайных документах. То есть они исключаются. Государственная тайна и секретность – это вещь вполне законная, вполне... Я бы сказал, неустранимые из реальной политики в принципе, но тайные основания публичной власти быть не могут поопределить. А тут мы рогом упираемся в так называемых глобалистов, в их волю, которая... Это очередной казус... Почему военнослужащие позволяют менять? То есть военнослужащие сразу быть очень юристом. Ну а что вы хотите от предателя или от изменника Родины? Ну вот он сейчас как дезертир валяется на диване, посмотрит нашу передачу, повернет на другой бок и подумает, скоро ко мне придут. Так к нему теперь придет не государство, а разгневанный народ, и уже тогда защиты никакой не будет. Народ никогда и нигде за всю историю человечества самостоятельно ничего не делал. И возвращаемся к Женевской конвенции, к УСК ВООНа, к определению национально-освободительной борьбы и их отличий, принципиальных правых отличий от сепаратизма. Вот с сепаратизм военное преступление, национально-освободительная борьба в ее пешком и токе проводят новое государство. То есть государство, возникшее в результате национально-освободительной борьбы по действующему международному праву, входит в состав объединенных наций. И это нормально. Вот здесь сразу ясность нашу. Нам не нужно новой государственности. Наша старая государственность имеет права, требования за всего мира таких, кто от МЦССР будет предъявлять эти требования и обеспечивать их пополнение. Его органы называются Министерство иностранных дел, даже Генеральная прокуратура, еще ряд органов... И настоящий гражданин Тараскин. Ну зачем вот так? А тогда можно сказать, что религия федерации состоит только из Путина. Ну об этом сказал, собственно... А его гражданин можно назвать? Ну это работа на Витамин Тараскина. Собственно, уважаемый председатель, уважаемый Государственная Дума, господин Володин и сказал, что у Путина есть Россия. Не будет Путина, не будет Россия. И я, по-моему, близко к тексту. Точно так же говорил... Французский король? Нет, не французский король, который... Гесс, который вот на самолетике полетел сепаратно договариваться тихаря... С Англией, да. Вот. И он именно так и говорил. Один, когда только фамилия поменялась. Ну... Путин на Гитлер, Гитлер на Путин. Вот и что. Вы сейчас произнесли словами Генн... Я этого не помню. ...формулировали... Я тогда цитировал конкретно господину Володину. Путин хуже или лучше Гитлеру? Так это Володин сбросил нам эту тему для размышлений. Вот нам, как гражданам Советского Союза. Задайте ему вопрос, пусть он объясняет. Так ему Белоруссов, по-моему, задает там вопрос. Что-то я не припомню. Он начал там серьезный вопрос. Зуб, как это вы используете, так сказать, законотворчество, укрываете огромнейшие активы Советского Союза от их законных собственников, от граждан. Кстати, еще раз, потому что в этой конституции источником власти является народ. А Володины, Путины – это управленцы. Лица, замещающие должность, не в государстве, повторяю, а в торговой корпорации, зарегистрированной за рубежом, и приказавшей за рубежом... Торговая корпорация в правовом поле не может выполнять функции государства. Это преступление. Ну так мы и наслаждаемся этим преступлением сейчас. В торговой корпорации может быть конституция. У них устав или положение, если я правильно помню. Ну так у Российской Федерации тоже нет конституции. А вот это что? Это не конституция. Это вообще проект. Причем прислал... Во-первых, оферта. Во-вторых, проект. В третьем, припринято... Это публичное предложение. А все на другого заключения. Это не нами разработано. Да. Это факт. Поэтому о чем мы говорим? Пираты прописали для себя какую-то видимость, так сказать... Мы опять-таки возвращаемся все к той же ключевой точке. Отличие национально-освободителей борьбы от сепаратизма. Вот почему право народа на самоопределение в любой форме, извините, реализуется в реальной жизни посредством, в лучшем случае, переговоров. При этом в этих переговорах участвуют политические силы, обладающие определенными ресурсами. Иначе просто переговоры не пустят. Вот. То есть существуют какие-то опробованные на практике способы реализации своей воли. Из них дискуссия в эфире куда не входит. В качестве сетки. Мы не говорим о дискуссии в эфире. Мы говорим о том, что у советских граждан на руках находятся более 60 миллионов военных билетов. Да? Ну, как ни странно. Они у всех, кто лежат в карманах, никто на лунку не ходит, вообще при порядке не нарушает, и, соответственно, никого на трубу не шоет. А если начать, скажем так, привлекать к ответственности? Кем? Кто будет привлекать? Да человек с ружьем, любой. Они сейчас этим и займутся. Вы понимаете, что Российская Федерация сейчас доводит народ до той стадии, когда он этот механизм и включит. И вот представьте, вот нашлись, ну, там, пару десятков десантуры, они найдутся, их полно, кто готовы взять оружие и спрашивать у первого проходящего. У тебя военный билет есть? Есть. Ты присягу давал, давал, в кино показали, что следует за неисполнение Конституции, расстрел. Его нужно... Как вы думаете, руководитель этого самого, не знаю, как его назвать, отряда «Витязь», значит, который, собственно, организовал расстрел наверняка у Останкина, он, говорит, что он выполнял приказ президента и считает себя в порядке взять герой. Ну, прекрасно, что он это за это получил. А он такой же у нас, следующий. А Гиркин на Украине расстрелял людей, опираясь на законы Советского Союза. Мародеров. Ну, именно на законы Советского Союза. Нет, кстати, вот по этому эпизоду. Ему не обменяют убийства. Ну, ему, насколько я помню, меняют что-то вроде поста в блоге или фразу его интернет-билет. Это уже вопрос последующий. А вот за расстрел мародеров, то я чуть не припомню. Да, и не было. Как граждане СССР могут рассматривать граждан РФ, которые приватизнули их собственность? Как мародеров? Как пиратов. И тогда что будем делать? Международные права, в принципе, надо вешать крови. Трава основана насилия. Ну, я же еще раз говорю, она возникнет мгновенно. Вот когда возникнет, тогда и будем оттемивать. Вот я, Евгений Юрьевич, я как прокурор именно, вот это моя икона Конституции, да, только вот этого, Советского Союза, поднимаю ее и говорю, давайте устанавливать законный, легитимный, конституционный порядок. Каким путем? Просто установить сначала в головах у себя, чтобы были и остались гражданами Советского Союза. У вас есть доступ к средствам массовой информации и другим ресурсам, способным внести какую-то мысль в 100 миллионов голов избирателей, совершеннолетних, имеющих право голосовать и все такое. Они сами должны догадаться. Я думаю, они догадаются. Когда начнется смута, вот единственное спасение от смуты, это конституция, системность, систематизация общества и наведение конституционного правопорядка. Вот здесь военные нужны. Если военных спросишь, ты какой порядок будешь наводить? Военные будут служить тем, кто им заплатит. Да, так вот военные ответят. А я какой порядок? Какой хочу, что ли? Нет. Мы требуем, чтобы ты как военный, в соответствии с присягой, наводил конституционный порядок. Тогда минимум кровавых событий произойдет. И порядок будет... Ну, как минимум, столкнутся два правосознания российское и советское. У каждого из них своя, можно сказать, правда, но немножко не совпадающие территории. Вот давайте сначала о юрисдикции поговорим. Вот в этой конституции РФ прописала свою юрисдикцию. На дне, на континентальном шельфе, неизвестно какого моря. Советский Союз ему своего континентального шельфа не отдавал. Кстати, у меня... Там есть состав, значит, территории, входящей в состав Российской Федерации. 85 субъектов, и это местный рост не изменит. Субъект. Это субъект. А они на шельфе находятся? А вопрос... Там не говорится ничего о и правосубъектности. Да. Вот, это раз. И второе, там не говорится о... Там много чего не говорится. Сейчас мы поговорим опять с той же Конституцией Российской Федерации, про субъекты. А здесь что-то не употребляется термин. Мэр, префект, и проси, губернатор, и даже сенатор, как им захотелось, понимаете? Официальная терминология другая. Член Совета Федерации, депутат Государственной Думы. И название руководителей субъектов Российской Федерации определяется уставом соответствующей области, края или Конституции Республики. А вот по уставам-то это есть договора, которые мы должны будем анализировать, заключенные между большими и малыми городами. Вот именно по этой горизонтали у нас и развивается, и процветает русский фашизм, наш, которого здесь не было. Первый пример, самый яркий был, это как раз вот история с ковидом, с вакцинацией. Смотрите, как они быстро сорганизовались. Это что, Путин давал команду, оденьте маски, намордники эти, не дейте тебя? Нет, Насколько я в самом деле. Сомбянин дал команду всем другим губернаторам. Спрашивается, а где эта сопочиненность воли московского губернатора другим губернаторам? Где она прописана? Или вот вам история с тем же СВО. Сейчас разбираются, войну объявляет Дума, она не объявляла. И Путин даже, оказывается, не дал команды заехать туда, на Украину. А заехали военные, просто с каких-то учений, якобы. Вот так выставляется эта картина. Возник конфликт, который фактически перерос в войну. Так дайте оценку этому явлению. Если не дайте идти, она будет и дальше развиваться. Ответьте на все вопросы Квитериана. Ну, кто, где, когда, зачем, кому это выгодно. Кто стравил братский народ для того, чтобы разделять и властвовать, и что-то урвать на себя. Вот тогда-то и возникает. Тем более на территории Советского Союза двух субъектов между собой. Наплодили вообще субъекты какие-то. Ну, Донецкая республика, Луганская, Республика Крым. А вы знаете, там в Тикаря, я родом из Калининграда, там уже Балтийская республика, что верится. А еще Сибирская. А еще Якута там, оказывается. А еще Питер хочет выйти. Захотели какой-то союз там с американскими штатами. Ну, это есть такое решение американского конгресса о прообращенных народах. Куда входит и Якутия, и здесь Урал, и в Ерманландии. А что, у нас Соединенные Штаты уже стали высшим руководством? Ну, наш президент, я имею в виду Борис Николаевич, он же... Понимаешь, он клятву дал, он клятву. Ну, все, он об этом открыто рассказывает, что мы коллаборационисты заявляем. Да, да. А почему тогда не в тюрьме, а в Думе? А надо спросить у наших правоводств, допустим, давайте. Но давайте так. Дело в том, что вот у нас в деле по Республике Коми, в административном деле, было указано, что существует какое-то незарегистрированное межрегиональное общественное объединение. И в скобочках, в кавычках, то есть указано «Союз Славянских сил Руси», дальше скобка открывается, другие названия, опять кавычки открываются, и в них указано «Союз Советских Социалистических Республик», запятая, в других кавычках, опять написано «СССР». Вот такая конструкция. При этом в документах ФСБ написано, что она, во-первых, не зарегистрирована, первое. А второе, то, что у нее есть еще одно название – НОЦ СССР. Ну и мы стали смотреть, что такое НОЦ СССР. Их оказалось два, как минимум. Значит, один НОЦ СССР, тот, который возглавляет Евгений Федоров, национально-освободительные движения, официально зарегистрированные в ООН и т.д. В каком ООН? Он так заявляет. Это не мои слова, еще раз говорю. Я только вот повторяю его. Дальше. Есть второй НОЦ СССР, только он уже не национальный, а народный. Александр Парамон. Я раз слышу. Ну, тот, который Казнарад называется еще. Либо Казначейство М1. Неважно, там первый, там второй, десятый – это роли не играет. Я так спросил Сталин у своего министра иностранных дел. А сколько у Папа Римского дивизии? Угу. Понятно. А у меня 200. Ну да. Так вот, вопрос дальше в следующем. Когда вы начинаете более серьезно изучать материалы Федорова, то в них вы находите… Я, во-первых, не психиатр, а во-вторых, не прокурор. Не-не-не-не-не, я не с позиции психиатра. Я просто смотрю и пытаюсь понять правовую основу… Я тоже хочу понять, но она вот заявляет. Она в другой вообще сфере. Так вот, Федоров заявляет, что у нас есть третий НОД. Большой, очень большой, глобальный даже, который называется «Спецслужба Российской Федерации». И лидером этого НОД является Путин Владимир Владимирович. Это его слова, не мои. Еще раз говорю. По-моему, так же. Если позволите, они так представляют. Ну вот, честно говоря, я бы тоже не хотел такое комментировать, но спецслужбы на это не обращают внимания. Ну, если я был бы спецслужбой, я, наверное, тоже не стал обращать внимания. И вместо этих трех товарищей, да, взяли и посадили Тараскова, который, наоборот, пытался заменить сепаратизм полным объединением, полной консолидацией. Ну, наверняка, в его обвинительном заключении, в приговоре, другие формулировки. Никаких других. Тараскин возглавляет не Советский Союз, возрождает это межрегиональное общественное объединение, Союз Славянских Сил Руси. И близко не было его с этим Союзом. А о нем никто из нас не слышал. Нет, еще раз говорю, я немножко знаком с уголовной юстицией, доводилось мне в ней работать. Там есть определенные правила. В обвинительном заключении не пишут, что человек, там вот это самое... Так нет доказательств об экстремизме. Дело в том, что любой экстремизм у нас регистрируется Министерством юстиции Российской Федерации. Нет ни одного документа, который подпадал бы под экстремизм, нет ни одного действия подпадающего. Нет, во-первых, следователи и даже судьи, они, несмотря на то, что они протестовали на независимые лица, они вопрос наличия и отсутствия экстремизм своей волей не определяют. Для этих целей существуют эксперты. Тарас не смог доказать, что эти эксперты аффилированы со следствием и, соответственно, немножко, так сказать, выходят за пределы правого поля. Нет, мы не дали этой возможности. Вы просто не предоставили такой возможности. Вот это раз. А потом, ведь эта химера, вот эта, поют славянских сил Руси, распространилась по 34 регионам. Там уже арестовали и арестовывают людей, которые законопослушные граждане. Вот такой дать правовую оценку людям, которые провоцируют людей на действия, которые приводят их к существенной неприятельности. Так вопрос, если бы они были виноваты, тем более в экстремизме, тем более, когда их больше одного человека, то, как я понимаю, это уже группа организованная преступная. Два и более. Как минимум. Так вот, вопрос следующий. Ни в одном деле, ни административных, ни уголовных об этом не упоминается. Хотя есть уголовные дела против группы. Вот сейчас в Екатеринбурге сидит в зале 12 человек. Примерно 8 было в Брянске. Сажают 8 человек, как самостоятельных лиц, где каждый создавал одну и ту же организацию. Как можно создать одну и ту же организацию в 34 регионах, где 34 руководителя, создателя этой структуры? Это не структура тогда. Это самостоятельные. А тогда почему одно у них общее название? Откуда? Вот смотрите, я в полении… Я все-таки, поймите, я ли судья. Я такой же гражданин, как и вы. Я понимаю. Вот у меня есть… Но мы с вами юристы. И то, что я сейчас вижу, я вынужден констатировать, что моя профессия утрачивает смысл. Вот недавно, несколько часов назад… В Обаме было сказано, что самые главные в мире юристы, если они… Ну, не несколько часов, не несколько десятков минут не очень… Ну, можно так. Вот. Но в данном случае опять… Правоведение вообще, по идее, должно заниматься вопросами права. Да. А право, оно не с неба падает. Это вот торговники утверждают, что их закон прислан Богом, но почему-то подписи на документах не Господни, а их. Угу. Согласен, абсолютно. Вот. А я вот хотел бы все-таки услышать мнение источника. У меня в руках мои официальные свидетельские показания по уголовному делу в Батырском суде, где полностью в порядке прокурорского надзора Советского Союза мы провели проверку деятельности Верховного суда КОМИ, проверку деятельности Ленинградских правоохранительных органов и суда. И сегодня вот занимаемся проверкой деятельности Батырского суда. Так вот, результаты этой проверки я лично вручил судье Воронину. Да, читай последний, какие статьи они нарушили. И что? Итог был такой, что Рыжов, Тараскин и их соратники, они, значит, действовали, находясь в состоянии необходимой обороны и крайней необходимости опираясь на референдум 1991 года и на все прочие дела. А когда читаешь протоколы и следственные судебные, особенно акты этих следователей, то там они пишут, что они руководствуются тоже статьями 37, 39, 41 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это необходимой обороной, крайней необходимостью и действием в общественном интересе. То есть защищают как бы общество. Но когда мы посмотрели, да подождите, Тараскин и Рыжов и их соратники не совершили ни одного преступления. Это в их актах же они сами это написали. Ни никаких исковых требований не предъявлено, ни гражданских исков. Ни ущербов. На заявлениях что-то написал на уголовное дело? Ну подождите, сейчас мы подойдем к этому. А вот в действиях той стороны, вы же сами сейчас заметите, две стороны образовалось, усматривается необходимая оборота. Смотрите, какие составы преступлений. Они нарушили статью 5 своего кодекса, статью 210, это об организованном преступном сообществе правоохранителей речь идет, и судей. Статью 285, это злоупотребление властью. Статью 286, это превышение власти. Статью 299, привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности. Повторяю, в 34 регионах страны невиновные люди уже и осуждены, и томятся в застенках. Вместо вот этого движения Федоровского и вот этой публики, которые действительно клейма негде ставить, сколько они уже преступлений реально совершили. И наконец, статья 303. Преступление против правосудия. Извините, что не уголовное дело, там следователи сами на себя написали эти уголовные дела. Просто Бастрыкин, иди забирай у своих подчиненных или в судах эти уголовные дела и разбирайся со своим персоналом, который тебе подчинен. И ссылается на тебя. В то же время, я вот как бывший следователь, я, честно говоря, проникся даже в позиции Бастрыкина, которую он у мистера Беловосову сейчас проявил. И я открыто могу сказать, невзирая ни на что, мы в этой кутерьме, которая сейчас создалась в стране, готовы поддержать эту позицию. Потому что активы Советского Союза, которые разворовались правового статуса Бастрыкина, правового статуса, например, Евгения Федорова, если вы утверждаете, что Российской Федерацией нет. Ну, Евгений Федоров – это открытый враг народа. Что еще можно сказать? Он сам об этом заявил. Сам. Вот возьмите любой его ролик, посмотрите, к чему он призывает. Я его слышал, даже лично, к счастью, видеть. Но возникает единственный вопрос, что если Российская Федерация стала правоприемником Советского Союза... А нам не написано, что она правоприемник, она продолжает. Нет. В дополнение от 1-й, от 1-й, от 2-го года, 67-й... Правоприемник возможен только в случае ликвидации Советского Союза юридически. Согласен. С вами юридически согласен. Там написано того, что вы сказали, что юридически нет, нету, но то, что они себя обозвали правоприемником, есть. Ну, я же, на 97-й апрель. Пожалуйста. Мало того. Ну, там написано, что на своей территории. Ну, да. Территория Нью-Йорка не входит в состав... Ну, я думаю, они входит в том, что территории Российской Федерации нету на территории Советского Союза. Не прописано никаким документом. Ну, понимаете, возникновение нового государства возможно двумя способами. Первый – это преобразование старого, то есть была у нас монархия, стала республика. Бывает. Или наоборот. Согласен, когда законодательные органы меняют одного другого. Второй – это когда учреждается государство новое. Односкоронняя сецессия, Сеевич Выход, он вполне себе легитимен с точки зрения процедуры. То есть учреждить самостоятельное государство можно, основываясь на воле своего собственного народа. Это как раз либо национальная освободительная борьба, либо еще что-то в этом роде. Они были недовольны. Вот, например, Соединенные Штаты Америки образовались именно путем односкоронней сецессии. И как правовое следствие именно этой формы они правоприемником британской империи не являются. И, кстати, ни разу ни один американский, америки вменяемых, у которых справка есть, американских политических деятелей, президентов или кого угодно другого, никогда не заявляли, что Соединенные Штаты являются правоприемником британской империи. Не было такого. Я надеюсь, не буду. Не будет, по крайней мере... То есть у них и права на территории нету с 12-го года. Совершенно верно. Вот. Они из нее вышли. Что в переводе на наш любимый язык означает, что односторонняя сецессия исключает правоприемство и континуитет в принципе. Если вот мы с вами поделили горшки, вот я вот свой забрал, вот границу провел, прежняя правовая сущность исчезла, возникла новая, моя собственная. Но вот такого документа же не было. В этом вся и проблема. Поэтому не может быть этого континуитета. Да, да, да. Вот. Я научился уговаривать это сложное иностранное слово. Континуитет, да. Вот. Но... Его же не было. И народ не одобрялся. Ну, был у нас референдум в 93-м году. Ну, он же сказал, вот тут есть, он есть, материал этого референдума. Дальше. Вопрос какой? То есть мы же там постановили-то. Нет, у меня немножко другой вопрос. Останавливать рано варваре. Мы не успеем, а он на самом деле интереснее, чем сам наш предыдущий дискуссия, в ней взятый. Да, да. А именно то, что... Да. Постановление. Да. И тут следовать и восстановить, и т.д., и т.п. И развить. Да. Именно этим-то мы и занимали. Да, как раз развили. Для того, что произошла такая вещь в 91-м году, что ни одно постсоветское государство, все без исключения 15 свободных республик, из состава СССР не выходить. Да. Они не могут выйти, пока не договорятся. Нет, пока не будет референдума Российского и Советского Союза. Да. О выходе. А вот такого нет. Неправильно. Соединенные Штаты Америки, точнее, так далее, североамериканские Соединенные Штаты, САСШ. Вот они никаких референдумов в Британской империи не проводили. Согласен. Они приняли свое решение. Помните, Декларация о независимости. Мы народ Соединенных Штатов. Мы, отцы-основатели, забравшись переселивали на Конгрессе, приняли Декларацию о независимости. И отстояли ее с оружием в руках. Что было завершено, кстати, не сразу по голосованию, а только в 1798 году в городе Париже, где был заключен мирный договор между Британской империей и Североамериканскими Соединенными Штатами. Кстати, это вторая конференция на ту же тему была. Вот. То есть, американцы не спрашивали никаких разрешений у британцев по поводу выхода. Они сказали, ребята, вы охренели. Мы с вами больше под вашей идиотской властью находиться не собираемся, не можем и не будем. И вот мы создаем свою собственную новую государство. Так и Советский Союз у американцев не спрашивает. Это Российская Федерация, так называемая, тире России. На этом настаивается. В принципе, нет. Но тогда либо крест снимите, либо трусы наденьте. Правильно. Либо у вас есть воля народа, и вы учредили новую государственность, но тогда у вас не может быть континуитета в принципе. Она возведена у нас в Советском Союзе в закон. Это и есть референдум, результаты его. Мы просто его исполняем. Мы все делаем так, как предусмотрена Конституция. Значит, подводим вывод, что данная тематика и поднятые вопросы, они настолько обширны, и можно этому уделять огромное время с огромным количеством лиц-специалистов и спорить по разным вопросам. Поэтому на этом этапе мы подняли эти вопросы, которые надо решать, дело в том, что нельзя страну и государство оставлять без права. Право должно присутствовать, и оно должно управлять всем процессом. Вот. Если мы отойдем от права, у нас будет гражданская война. Я подцитирую Рональда Рейгана, демократа, кстати. Его республиканец. Вот. Есть вещи поважнее, чем мир. Есть вещи поважнее, чем жизнь. Если народ принимает свое собственное решение прекратить существование своего государства, это его право. Но я такого документа не видел. Я тоже не. Ну, я тоже цитату Роберта Кеннеди опять приведу. Она очень меткая и хорошая. Что если в стране существует беззаконие, то каждый гражданин страны имеет право быть прокурором. Теперь объясню, что прокурор – это то лицо, которое обязано не только знать законы и держаться за них, но требовать от всех соблюдения этих законов. Вот мы разбудили уже, разбудили общество. Проснулись, теперь держитесь за закон. Не будете держаться, начнется самосуды, анархия и кровопролитие ненужные по всей нашей необъятной территории. Чтобы это остановить, у нас хорошо отработанная конституция 77-го года и референдум по ней. Предложение очень просто. Таким образом вы восстановите СССР без позиции народов остальных 14 бывших советов.